Привет, ребята! Опять у меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня наконец-таки укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Давненько меня не было на канале с разборами, и по этому поводу я решила взять поистине классику. Классика жизни! На чем мы все с вами выросли. Разбирать мы сегодня с вами будем группу, кино, а песню под названием «Пачка сигарет». Ну а перед началом разбора я хотела сказать, что сигареты фу! Алкоголь фу! Если вы не знаете, чем себя занять, то лучше начните играть на укулеле. Что мы сейчас с вами и будем делать. Разбор на укулеле! Как же будет звучать песня от начала до конца, можно услышать в конце ролика. Ну а для начала мы с вами разберем то самое вступление. Звучать оно будет следующим образом. Да, вступление я немножко переделала. В оригинале в конце они играют кусочек на флажлете, но я понимаю, что это будет патовая ситуация, поэтому просто одно предложение повторим два раза подряд. Как вы могли заметить, я это играю как бы мелодией. Вся мелодия у нас написана при помощи такой схемы, как табулатуры. Если вы не знаете, что это такое, то на канале есть отдельный ролик, обязательно посмотрите его сначала, а потом возвращайтесь сюда. Или же я сейчас объясню вам устно, как это все зажимается и играется. Мы с вами начинаем играть на второй струне, сначала открытую, то есть ничего не зажимаем. Далее зажимаем эту же струну на первом ладу. Обращайте внимание, какими пальцами сейчас я буду играть. Это важно, чтобы у вас все получилось в конечном итоге. Далее переходим на первую струну, дотягиваемся мизинчиком до седьмого лада. В принципе, скачок действительно большой. Поэтому вы можете, когда сыграли вторую струну, отпустить ее и дотянуться мизинчиком до седьмого лада. Если у вас укулелька вида сопрано, то есть она намного меньше, соответственно вы сможете дотянуться легко до вот такого вот скачка. Я специально оставила такой скачок, когда писала данные таблотурки, чтобы вы развивали как раз растяжку, потому что в дальнейшем вам этот скилл действительно понадобится. Мы перепрыгнули на седьмой лад, сыграли его мизинчиком. Далее вторым пальчиком зажимаем пятый лад на этой же струне. Далее открытая струна. Получается семь, пять, ноль. Возвращаемся указательным пальчиком на вторую струну, первый лад. Далее спускаемся на первую струну, играем ее на третьем ладу. Третьим пальчиком. Затем эта же струна открытая. И возвращаемся на вторую струну, на первый лад. По идее, я вам рекомендую не убирать палец, когда вы играете в этот ход. То есть вы сыграли, потом спустились, потом опять вернулись. То есть чтобы у вас было меньше вот такого звука, в осаду или в огороде, да, прыжок какой-то. Оставьте палец. Потом его просто продублируйте. Следующий кусочек играется на этой же струне второй, но уже на третьем ладу. Вот такая соль у нас такая. Затем мы переходим на первую струну, на пятый лад. Мизинчиком дотягиваемся. В принципе, скачок не особо большой, вы сможете, вы справитесь. Сыграли на пятом ладу. Далее на втором ладу этой же струны. И возвращаемся наверх, на вторую струну. Играем опять первый лад зажатый. И затем он открытый. Получился ход первой струны на пятом ладу, на втором ладу. Далее переходим на вторую струну. Первый лад. Открытая струна. Давайте сейчас этот кусочек соединим, что должно получиться в медленном темпе. Еще раз. В этот момент вы можете в правой руке играть все через большой пальчик. То есть просто поставили свою правую руку, остальными пальцами зацепились вот здесь, а правую вы, собственно, играете. Если вы умеете играть разными техниками, такими как чередование, например, то можете без проблем играть чередованием. Но в целом, вот как можете, так играйте. Но не играйте, пожалуйста, все одним пальчиком. Вот тут, вот так вот. Просто не будет развиваться ваша техника в дальнейшем, если вы будете зациклены только на такой вот вариации. Следующий кусочек у нас с вами начинается с первой струны с седьмого лада. В принципе, они очень похожи между друг другом, поэтому смотрите внимательно, там новых нот как таковых не добавляется. Так вот, мы зажимаем первую струну на седьмом ладу. Затем на пятом. Затем она опять открытая. Возвращаемся на вторую струну на первый лад. Затем опять же играем похожий ход на первую струне третий лад сначала. Затем она открытая. И вот тут вот немножечко у нас будет трекеровочка. Мы поднимаемся на вторую струну, играем ее сначала открытую, а потом зажимаем. То есть за первым разом у нас была немного другая вариация. Давайте еще раз покажу этот кусочек. Далее смотрим. У вас написана циферка один в скобочках. По правилам записи, в принципе, музыкальной, такая нотка, которая в скобочках, она у нас не играется. Она как бы это продолжение удлинения прошлой нотки. Просто она есть, но ее мы не дублируем. Далее у нас с вами осталось, по сути, лучше четыре нотки остальных. Опять спускаемся на первую струну, играем ее на пятом ладу. Затем на втором. Далее опять на вторую струну, на первый лад. И открытая. То есть получается, что у нас... Давайте соединим второе предложение от начала до конца в медленном темпе. Теперь полностью эти два предложения в медленном темпе. В целом эти два предложения вторятся два раза подряд. Что могу сказать по общей картине его вступления, тире проигрыша. Да, мы его там по ходу песни будем еще раз играть. Тут интересный ритм. Поэтому послушайте оригинал, попробуйте пропеть. Вот это та-да-да-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Попробуйте с этим поиграть и уже выровнится. Это для тех, я говорю, кто не знает, что такое длительности, и с этим никак дела не имеет. Поэтому развивайте свой именно наслышанность, развивайте свой слух, как все это будет играться. Это вариант такой вот более fingerstyle. Если вы не хотите играть такими мелодиями, то вступление можно всегда играть тупо аккордами. И давайте-ка аккорды и научимся зажимать и играть. Первый аккорд, аккорд АМ. Зажимаем четвертую струну на втором ладу. Далее зажимаем с вами первую струну на третьем ладу, и получается аккорд С или Т-мажор по-другому. Затем у нас с вами идет аккорд Д. Зажимаем четвертую, третью и вторую струну на втором ладу. Далее у нас с вами идет аккорд ЕМ. Зажимаем первую струну на втором ладу. Далее вторую струну на третьем ладу и третью струну на четвертом ладу. Получается вот такая вот лесенка. Следующий аккорд, аккорд ДМ. Зажимаем с вами вторую струну на первом ладу. Далее четвертую и третью на втором. Если с этой конструкции убрать третью струну и сыграть ее открытую, а остальные пальчики оставить на месте, то получается аккорд ФА. Или по-другому ФА мажор. И заключительный аккорд, аккорд G. Зажимаем с вами первую и третью струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. Что у нас с вами получается? АМ, СМ, ДМ, ЕМ, ДМ, Ф и G. Да, аккордов действительно много, но вот есть что поиграть за той. Если тебе нравятся мои образовательные ролики и тебе хочется играть сразу на хорошем инструменте, да еще и обучаться на нем без лишней воды, то специально для тебя я выпустила подписную укулеле-аккулеле, да еще и дополнительные аксессуары к ней. А также я написала интерактивную серию книг, где наглядно я рассказываю и показываю, что за чем идет, и в итоге ты сможешь научиться играть на укулеле. Всю подробную информацию оставила по ссылке в описании, ну а также в QR-коде, который сейчас находится на экране. Но мы продолжаем. Это что касаемо левой руки. В правой руке, естественно, лучших традициях, цой, да, мы будем брать какие-то бои с заглушкой. Покажу вариации, посмотрите по своему скилу, что как кто может играть, и берите тут вариант. Мы можем взять простые удары вниз-вверх заглушка. Это будем играть один раз на один аккорд, то есть я играю просто вниз-вверх заглушка. То есть очень ритмичный сам по себе бой. То есть я уже могу на него петь, да, там что-то. Или второй вариант уже такой более интересный, когда мы играем с вами вниз-заглушка-вверх-вверх-заглушка. Раз и два и три и четыре и. Раз и два и три и четыре и. Интересный сам по себе счет. Единственное, мы его будем делить два раза на один аккорд. И получается, что на первый аккорд у нас с вами идет действие удар вниз-заглушка. В счете получается раз и два. А остальные части два удара наверх-заглушка мы играем на второй аккорд. Когда мы сейчас будем играть все это с аккордами, вы более-менее поймете, пока просто выучите отдельный рисунок, со счетом желательно, то есть 1, 2, 3 и 4. Чуть ранее я уже упомянула о том, что вступление можно сыграть и через аккорды, так вот, вступление аккорды следующие, А, Э, С, Д и Е, Э. И по сути, не заморачиваясь, вы можете взять простой бой, там вниз, сверх заглушка, и эти аккорды, и вот вам, пожалуйста, вступление. Связка аккорда будет сыграться 4 раза подряд. Давайте, чтобы было более-менее понятно, сейчас просто сыграю вот эти аккорды, и как бы это звучало с партии того, я вам спою. Вот такая вот библибердистика. Поэтому выбирайте, как вы хотите, чтобы у вас играло вступление, с аккордами или же с вот этим. Ну а мы с вами переходим к куплетам. В куплетах и в припевах будет одинаковый порядок аккордов, там будет у нас играться Д, Э, 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 Ф, Дж и А, Э. Единственное, в первом куплете мы как бы начинаем петь и играть за такт, поэтому помимо вот этой основной схемы у нас мы начнем играть с аккордаем, как бы немножко так с конца. В общем, сейчас все поймете, обязательно посмотрите внимательно, что сейчас я вывела на экран. И по сути, тот бой, который вы выбрали ранее, я напоминаю, да, это было или вниз, вверх заглушка, или вот такой вот интересный. Мы можем играть песню от начала до конца. То есть и куплеты, и припевы играйте выбранным ранее боем. Кому не сидится ровно на месте, вы можете куплет играть одним боем, одной, скажем так, вариацией, а припевы другой. В общем, тут на ваше усмотрение, на ваш креатив я оставляю этот момент. Как получается в медленном темпе с простым боем первый куплет. Забернулся и не смог разглядеть следы. Вот, как бы очень ровненько, прям шикарно. У кого, например, проблемы с ритмом, эта песня прям может вас хорошо так вымереть, ну, по крайней мере, в первом куплете. У остальных не ручаюсь, но об этом чуть позже. Лише давайте попробуем показать с другим вариантом боя первый куплет. Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна, и не вижу ни одной знакомой звезды. Я ходил по всем дорогам и туда и сюда, обернулся и не смог разглядеть следы. То есть интересный довольно-таки бой, но его нужно отдельно отрепетировать. Вот, если у вас это получится сначала сделать с аккордами, плюс бой, и потом уже добавить, собственно, слова, вообще будет шикардительно. Смотрите, у него нет такого перехода с куплета на припев, и я вот на слова-следы, то есть окончание первого куплета, сразу начинаю петь припев. А слушайте внимательно, то есть... Я обернулся и не смог разглядеть следы, но если есть в кармане пачка сигарет. То есть я на остаток звучания аккорда А, Э, начинаю петь припев. Ну и вот и получается, давайте еще припевом покажу, как это играется. Следы, но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет серебристым крылком, что взлетая оставляет земле лишь тень. Дальше, после первого куплета и припева, у нас с вами идет прогресс, который мы с вами только что учили, вот это, вот экилибристику, или вот это. В общем, кому как удобно, так и играйте. Давайте посмотрим, как же будет звучать дальнейший второй куплет и припев. Обратите внимание, во втором куплете он иногда меняет ритм слов, то есть иногда может вас не состыковаться на словах, например, а без музыки на миру он делал больше акцент на на миру, чем на миру. В общем, послушайте оригинал, попробуйте вместе с ним, учитывая вот эти вот все переходы ритмические, тогда у вас все будет суперкруто, классно с аккордами. И никто не хотел быть виноватым без вина, и никто не хотел руками разогребать, а без музыки на миру смерть не красна, а без музыки не хочется пропадать. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь тень. В принципе, как вы видите, припев вообще не меняется, вот во втором куплете основа та же самая, вот иногда просто там по словам какая-то переберетиска. Дальше, после второго куплета и припева начинается самое интересное, это соло партия. Я ее тоже подобрала, сейчас вам покажу, объясню, как это играть, ваша задача, будете вы это играть или нет, но не важно, главное, что у вас есть шанс это сыграть, потому что когда я готовилась к этому разбору, что-то никто не разбирает эту часть, почему? Вот, поэтому я даю вам эту возможность. В целом, в соло партии мы будем играть все на первой струне в высоких позициях, то есть мы будем играть 10 лад, 12 лад, поэтому готовьтесь. Тут у нас очень много повторяющихся моментов, все играется довольно-таки скоро, довольно-таки быстро, через 16 нотки, для нас это ничего не значит, но в общем, очень бегло будет происходить. Давайте поэтому, сейчас расскажу по правой руке, вы можете играть эту струну первую, вот таким вот движением, перебирая, то есть сначала указательный, потом средний, указательный, средний. Можете играть большим пальчиком, но вот обратите внимание, у вас он от скорости какой-то, да, быстроты может быстро устать. Или же у кого есть медиатор, неважно, это пластиковый или специально для укулеле, тоже можно делать вот такое движение, как бы вниз-вверх, вниз-вверх. Кому нужен отдельный ролик про медиатор, как это держать, что это такое, какие есть техники во время игры на укулеле, дайте мне знать, оставив комментарий под этим роликом. Поехали, размотрим по табам, это все очень легко. Начинаем с мизинчика, опять же, тут очень важно, какими пальцами все это будет зажимать. Начинаем с вами играть на десятом ладу, далее у нас с вами играет восьмой лад на второй, вторым пальчиком, и далее седьмой лад. Мы сыграли, как бы спустились, затем мы возвращаемся, играем восьмой лад, десятый лад и открытая струна. Получается 10, 8, 7, 8, 10, 0. И этот кусок у нас играется два раза подряд. Далее у нас начало такое же, мы играем 10, 8, 7, 8. И как бы дальше не доигрываем, и это у нас с вами будет первый такт. Получается. Далее идет второй такт, мы играем опять 10, 8, потом два раза открытая струна. Затем зажимаем восьмой лад, затем опять открытый, затем 8, 7, опять открытый два раза, затем 7, 0, 8, 0, 10, 0. Фраза довольно-таки длинная, поэтому вы можете ее пополам поделить. И, например, сначала восемь ноточек поиграть, то есть типа... Вот это отработать. Далее остальные восемь ноточек. Вот все вместе, в медленном темпе, это такт. Вообще звучит как некое упражнение, это действительно так, быстрота и скорость тут можно хорошо развить. Давайте соберем эти два такта вместе. И вот эта строчка повторяется два раза подряд. Далее у нас суть немножко сдвигается, но ритм остается такой же. То есть теперь мы будем играть не с десятого лада, а с двенадцатого лада. Это вот прям последние две точки. То есть получается 12, 10, 8, 10, 12, 0. Также тут кусочек играется два раза подряд. Далее 12, 10, 8, 10. Следующий тактик. Двенадцать, 10, тоже опять вновь две открытые нотки. Потом на десятом ладу. Зажимаем, отпускаем. Десятый лад, восьмой лад. Затем опять отпускаем два раза подряд. Потом зажимаем восьмой лад. Отпустили. Десятый лад. Отпустили. Двенадцатый лад. Отпустили. Я понимаю, очень сложно тут понимать, что зажимать, потому что фраза долгая. Говорила уже ранее предыдущий кусочек. То же самое, просто играется не с десятого лада, а с двенадцатого. Логика такая же. Давайте в медленном темпе соберем вот этот кусочек, где мы играем на двенадцатых ладах. И в конце у нас с вами повторяются фразы, которые мы играли на первой и на второй строчках. Получается, то есть мы вернулись, поиграли вот тут, потом сходили наверх и опять вернулись. И вот вам, пожалуйста, целая соло-партия. Давайте сейчас соберем, что у нас должно получиться по этому соляку. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше у нас с вами повторяется припев, затем проигрыш и еще раз шлифанем под конец два раза и сыграв соло-партию. И на этом в целом песня заканчивается. Ну а сейчас давайте мы для полного понимания соберем от начала до конца. Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна. И не вижу ни одной знакомой звезды. Я ходил по всем дорогам и туда и сюда. А вернулся и не смог разглядеть следы. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь тень. И никто не хотел быть виноватым без вины. И никто не хотел руками жар загребать. А без музыки на миру смерть не красна. А без музыки не хочется пропадать. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь тень. Билет на самолет с серебристым крылом. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь тень. И билет на самолет с серебристым крылом. Субтитры сделал DimaTorzok Ну а если у вас остались какие-то вопросы, то обязательно пишите в комментариях, я постараюсь на все ответить. Спасибо большое за просмотр, пишите в комментариях, что в следующий раз разобрать песни, мелодию, а может быть какую-то рассказать музыкальную тему. Но по традиции я хочу поблагодарить всех людей, которые продолжают меня поддерживать финансово на Boosty. Вот все эти ребята, замену они получают клевые ништяки, весь раздаточный материал и дополнительные ништяки и плюшки от меня. Но меня по-прежнему зовут Дарья, скоро увидимся, пока!